Приветствую вас, дорогие мои друзья, с вами, как всегда, я, Олеся Медведева, и прямо сейчас будем подводить итоги уходящего дня и говорить о том, что произошло сегодня, в среду, 15 ноября. Западные СМИ сегодня очень много уделяли внимания самой горячей точки в Украине на данный момент, Авдеевке. Немецкое издание Bild пишет, что армия Российской Федерации продвигается к западу от железнодорожной ветки, обходя Авдеевку севера. В частности, россиянам постепенно удается продвигаться в стиле степовое, которое находится сравнительно недалеко от Орловки, через которое проходит ключевая линия снабжения Авдеевского гарнизона ВСУ. О наступлении россиян под Авдеевкой сообщил и Владимир Зеленский. Он говорит, что здесь российская армия несет наибольшие потери, но при этом добавил, что украинским солдатам выдерживать их натиск очень сложно. Испанская газета El Pai пишет о том, что ВСУ под Авдеевкой могут позволить себе тратить в 10 раз меньше снарядов, чем при обороне в Бахмуте и наступлении на юге. Командир-артиллерист Александр, чье подразделение использует американскую гаубицу «Паладин», 47-й бригаде рассказал, что в Бахмуте и под Ореховым его бойцы выпускали по 100-150 снарядов в день, а сейчас в Авдеевке всего 15. И в Бильд, и в ЛПИ больше всего обращают внимание на то, что главная угроза для гарнизона ВСУ, который находится в Авдеевке, это то, что россияне могут обрезать ключевые пути снабжения этой группировки ВСУ. Из разных источников поступает информация об увеличении динамики продвижения российских войск под Купенском. А в селе Дмитровка под Запорожьем, где недавно погибло 19 по официальным данным военных, при построении, это 128-я бригада, еще один прилет. Произошел ракетный обстрел здания, в котором располагалась Нацгвардия. Как заявил экс-нардеп Игорь Масичук, который распространил эту информацию, много военных погибло. Обстрел произошел сегодня днем. Официально в Украине эту информацию пока не подтверждали. Отдельно стоит сказать о ситуации на левом берегу Днепра, Херсонской области. Откуда в последние дни приходило немало новостей, да и после того, как распространился фейк о перегруппировке там российских войск, к этому участку приковано много внимания. Вчера о том, что в СУ создали плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области, заявил в США глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Он об этом сказал, когда приводил аргументы, почему американцы должны продолжать помогать Украине. Речь идет о плацдарме в районе села Крынки. Правда, этот плацдарм, судя по тому, что пишут в украинских военных пабликах, пока свою главную функцию не выполняет. Туда не идет переброска сил, достаточных для того, чтобы начать там наступление. Хотя этому плацдарму уже, по сути, месяц. Телеграм-канал, который анализирует военные сводки и события Дипстейт, пишет. Морпехам на плацдарме не так легко, как может показаться. Сегодня уже месяц с начала операции, а мы продолжаем нести потери, цепляясь за Крынки, без возможности расширения этого Амаха-бич. Это кодовое название одного из плацдармов высадки союзников в Нормандии во Второй мировой войне, кстати. Без дальнейшего расширения плацдарм просто будет уничтожен вместе с ребятами. Более того, противник уже подвел подкрепление. Назначенные россиянами власти Херсонской области говорят, что у ВСУ в районе Крынок единственный этот плацдарм на левом берегу Днепра. Также они говорят, что его сейчас заблокировала российская армия и вытесняет оттуда украинских военных. Но мы с вами ранее уже обсуждали то, что этот плацдарм в районе Крынок может быть отвлекающим маневром. А на самом деле форсировать Днепр могут собираться в другом месте. Некоторые российские военные телеграм-каналы этого не исключают. А Украина, естественно, таких планов не подтверждает и вообще мало что говорит о том, что происходит на левом берегу Днепра Херсонской области. Как я уже сказала ранее, Ермак все еще находится в Соединенных Штатах Америки и пытается разморозить ситуацию с помощью Украине. И на встрече с конгрессменами он привел новый аргумент. Украина, говорит, противостоит новой оси зла в составе России, КНДР и Ирана. Все эти страны, как известно, противники Америки, поэтому Соединенные Штаты должны продолжить помогать Украине. Ну то есть он пытался сделать акцент на том, что помощь Украине полностью соответствует интересам национальной безопасности США. Однако фон визита главы Офиса президента Украины в Америку казался не очень благоприятным, мягко говоря. Сегодня ночью палата представителей продлила временное финансирование правительства, чтобы снова избежать шатдауна. Но и туда, в этот очередной временный бюджет, не включили помощь Украине. И то же самое произошло в конце сентября, когда с визитом в США приезжал Владимир Зеленский. Точнее, сразу после его визита это было. У Байдена уже, кстати, заявили, что подпишут этот закон, если он будет одобрен Сенатом. Что, собственно, было ожидаемо, вряд ли Байден будет рисковать остановкой работы правительства ради помощи Украине. И, кстати, Израилю денег тоже не выделили, что довольно примечательно. Демократы в Сенате при этом говорят, что обязательно в скором времени вернутся к вопросу рассмотрения помощи Украине и Израилю. Однако позиция республиканцев, ну, по сути, не менялась. Во-первых, они хотят разделить пакет помощи Украине отдельно, Израилю отдельно. А во-вторых, они еще выдвигают целый ряд требований. Одно из ключевых это, по сути, то, что Байден должен предоставить Конгрессу свое видение итогов этой войны. Особенно в свете последних событий, когда приходит понимание, что контрнаступление ВСУ не принесло ожидаемых успехов. То есть продолжается, да, мы видим это, что согласование помощи, нового пакета помощи для Украины идет очень туго, очень сложно. Особенно с учетом того, что Соединенные Штаты Америки вступают в предвыборную гонку уже, вовсю. И это означает, что между двумя партиями будет все больше противоречий. И вопрос Украины обязательно будет на повестке. Большой резонанс получила дело о госизмене нардепа Александра Дубинского. Вчера ночью суд его отправил в СИЗО на два месяца без права внесения залога, поскольку госизмена это тяжкая статья и по ней не предусмотрен залог. Дубинскому вину вменяют участие в преступной группировке совместно с экс-нардепом Андреем Деркачем, которая, по версии следствия, по заказу российских спецслужб, публиковала пленки с разговорами Порошенко и Байдена. Помните, те самые пленки Деркача? Сам Дубинский свое вино отрицает и называет это дело полностью сфабрикованным и говорит, что это такая месть от офиса президента за критику Зеленского и Ермака. В связи с этим очень интересно вспомнить этот контекст событий 2019-2020 годов, о которых, собственно, идет речь в подозрении Дубинскому. Тогда в Украине, как вы прекрасно помните, президентом стал Владимир Зеленский, а в Соединенных Штатах Америки началась предвыборная гонка и тогда стало понятно, что основным конкурентом Трампу станет Байден. Но на репутации Байдена было, да и по сути, есть пятно, которое связано с его сыном и его работой в компании Бурисма, которая принадлежала экс-министру времен Януковича Николаю Злочевскому. Байден тогда был вице-президентом США, а его сын после Майдана пошел работать в Бурисму, где получал очень приличную зарплату. В СМИ тогда активно обсуждалась версия, что Байдена-младшего Злочевский специально пригласил на работу, чтобы отбиться от уголовных дел. И в 2019 году эту версию в своем заявлении подтвердил экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин. Он утверждал, что его уволили по приказу Байдена за то, что прокуратура расследовала дело против Николая Злочевского, собственника Бурисмы. Естественно, Дональд Трамп не мог пройти мимо такой злачной темы и стал просить Злочевского дать ход делу против Злочевского, что, конечно же, зацепило бы и Байдена-младшего, ну и следом старшего. И в окружении Злочевского тогда возник раскол. Например, Игорь Коломойский выступал за то, чтобы пойти Трампу навстречу. Эту линию продвигали люди, которые были близки к Коломойскому, тот же Деркач и Дубинский. В то же время близкие к западным структурам тогдашний генпрокурор Рябошапко и тогдашний секретарь СНБО Данилов были очень сильно против этого и против Трампа. Зеленский довольно долго колебался, но в конце концов решил занять нейтральную позицию. Однако, как вы помните, борьба двух этих политических групп продолжалась еще довольно долго. Вплоть до выборов в президенты США и, собственно, в ходе этой борьбы Деркач и опубликовал пленки, на которых были разговоры Порошенко и Байдена и Порошенко и Путина. Та самая запись, там где жму руку, обнимаю. Это произошло в мае и летом 2020 года. Тогда власть никаких действий не предприняли против Деркача. Наоборот, Слуги Народа даже предлагали создать следственную комиссию для изучения этих пленок с прицелом на дискредитацию Петра Порошенко. В сентябре американцы ввели санкции против Деркача за вмешательство в выборы в США. И после этого как-то отстранились Слуги Народа от этой темы. Ну и от идеи создания комиссии тоже отказались, потому что американский расклад стал понятен. Да и сигналы из Вашингтона тоже были вполне себе однозначные. В 2021 году американцы ввели санкции против Коломойского и Дубинского. После этого Дубинского исключили из фракции Слуга Народа, а Коломойский начал постепенно терять влияние. В августе 2021 года были уже в Украине введены санкции СНБО против Андрея Деркача. А уже после начала российского вторжения на него завели дело по госизмене, в котором вся деятельность Деркача по этим пленкам была представлена как работа на Россию, работа по заказу российских спецслужб. И уже в этом году под стражу был взят Коломойский, а за ним, как видим, и Дубинский. Работали ли на самом деле Деркач и Дубинский на российские спецслужбы? Однозначно, что можно сказать, так это то, что они вместе с Коломойским работали в пользу Трампа против Байдена, а также против связанных с демократической партией США структур в Украине, которых клянили, называли соросятами. И тут есть нюанс. Если подозрение Дубинского в работе на российские спецслужбы строится лишь на показаниях помощника Деркача Игоря Колесникова, который сейчас находится под стражей, ну, во всяком случае, Дубинский утверждает, что все построили именно на его показаниях, тогда, конечно, к этому очень много вопросов. То есть представьте себе, Игорь Колесников, бывший помощник Деркача, с прошлого года находится в тюрьме. А показания против Дубинского он, получается, дал недавно и, знаете, так совсем внезапно просто вспомнил, что Дубинский якобы тоже вместе с Деркачом работал под российскими спецслужбами. При этом данное уголовное дело уже третье против Дубинского. Ну, то есть очень странно, что все выплыло как-то вот именно сейчас, а не сразу влупили Дубинскому госизмену. То есть если нет каких-то других доказательств сотрудничества Дубинского с российскими спецслужбами, кроме показаний Колесникова, то все это действительно выглядит как сфабрикованное дело. Тем более, что Дубинский, ну, он действительно жестко критиковал Зеленского. Причем из всей огромной медиа-армии Коломойского это делал именно в таком виде только он. Остальные же по большей части занимали либо такую нейтрально-выжидательную позицию, либо комплиментарную, как там многие ведущие, плюсов. В общем, такая информация к вашему размышлению, дорогие мои друзья. Что вы думаете по этому поводу, обязательно пишите в комментариях. На этом у меня пока все. С вами была, как всегда, я, Олеся Медведева. Не забывайте подписываться на наши каналы в Ютубе. Страна Юэй, ясно-понятно, Медведева.Про. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok